здравствуйте сегодня суббота у нас в общем какой день не помню наверно 13 13 апреля сегодня еще замечательная погода все потом вам покажу как все здорово на улице лето снова в общем на меня напали куколки этого сове сове ряда пишут строчат пипец позади вот у меня ну просто взять меня какое возмущение значит почему-то всем кругом можно высказывать свои мнения а мне вдруг почему-то нельзя и всё «ты не можешь», ты нельзя и почему нельзя остаться самого большим меня вообще возмущает что у тебя маленькое количество подписчиков и поэтому ты не можешь вы сказку свое мнение знаете если у меня даже будут два подписчика и у меня буду все равно высказывать свое мнение ,то что ещё у нас свобода мнений собраний в испании я могу свободно говорить то что я думаю очень свободна почему собственно не могу ничего сказать про свели от извините я его четыре года смотрела я я тут такой же подписчик как вы его смотрела я лайкала я ему комментарии писал я получается с моего канала тоже на его канал перешли посмотрели то есть я тоже какое-то приняла участие это в его там славе незабываемой там невероятной почему это я не могу сказать свое слово это что такое я я сказала что вначале смотрела нравилось а сейчас смотреть невозможно почему ну почему я это не могу сказать что у вас такое куколок пуколок в голове так вот что вообще что ли ненормально я понимаю бы он бы никого не обсирал то он то ведь вообще узнаете людей совершенно невинных обосрал в общем при том очень жестоко женщину одну с ребенком инвалидом вообще я когда вот это прочитала что он там по написал у меня просто как вот это оборвалось все насколько получается человек гнилой внутри знать когда вот это ты понимаешь что ты думал что человек нормальный адекватный ну ладно немножко там артистичный как вы говорите артистом какой он артист ничего уже не вижу то что он песни как как он ужасно их орет допустим нет он там конечно когда старается поет но еще ничего но дома у них вообще орет я это слушать вообще не могу я вообще это считаю что-то неуважение общих подписчикам потому что если человек хочет что-то спеть то можно же как-то все равно подготовить но немножко подготовить песню ее раза два как-то без зрителей спеть а потом это же вообще невозможно слушая это выключаю вот вот это начало коробить вот он он неприятно то что он стал демонстративно не уважать своих подписчиков вот это стало неприятно именно это почему я не могу это высказать почему мне надо писать ты и всяко меня обзывать каковсе вы имеете право мне обзывать я такой же человек как вы вы высказали свое мнение я высказал свое мнение и потом я еще вам скажу что youtube мне это хобби я не зарабатываю на нем денег никаких это хобби моё это способ мой общаться с миром деньги я совсем другим я на работе деньги зарабатываю и довольно видите очень хорошо живу счастлива нормально я просто считаю что ну есть как какие-то все равно пределы и запреты вот к которому нельзя переступать а то что начали мне строчить ты вот тоже про мать плохо сказал да где что плохо сказал я просто сказал что меня мать не любила и она такая была очень ну не любила она мне а почему не могу это сказать понимаете это вот может вы молодые этого не знаете но вот дети 60-х годов вот я как поняла стала смотреть психолога одного вот михаил лобковский по моему так его зовут в общем он говорит что это очень огромное количество детей таких вот выросли и дети эти вот очень неуверенно в себе закомплексованы им очень повредило это в жизни именно то вот они любовь родителей почему-то в то время считалось что как бы ну что дети как ну никак вот сейчас все детей любят сейчас балуются там в кружке водят лучше там на музыкальных школах а вот в мое время когда я была маленькая знаете нам было какое-то отношение с родителями нас вы выпрут на улицу и мы вот там болтались на улице я помню что мать даже никогда в окно не выглянет не посмотрит нахожусь ли я и вообще на улице это даже сейчас в наше время это представить невозможно как это я бы отпустила бы сейчас вот даже здесь в испании я бы все равно от ребенка бы не отошла вот и как бы еще знаете что мать и родители что делали они нас вообще малюсеньких вообще дома оставляли от них тоже оставляли на дверь на ключ закрывали пересмен когда было до мать еще с работы не пришла отец уж на работу ушел мы вот дома маленькие были вот совсем совсем малюсенькие то есть вот не то что нам там по пять лет но все маленькие годика мне там с сестрой погодки были ну не тому что около двух лет была сестра совсем маленькая была я считаю что это преступление вообще и когда пишут и вот такой про мать свою рассказываешь мне просто хочется поделиться поделиться что в то время понимаете и это не это не значит что вот такая вот мать у меня такая бессозна да у нас все в доме так делали понимаете у нас это тогда как мне одна женщина сказала тогда это было в порядке вещей вот так вот детей закрывали дома одних и уходили как как будто вот ну даже вы знаете вот одна женщина раз рассказывала в деревне у них они когда уходили на работу они ребенка детей привязывали за веревочку за ногу к чему-то уходили и один прекрасный день пришли и ребенок задавился это ребенка веревочкой ну то есть как бы он видимо туда сюда ходил запутался в ней и за горло видимо ему и все пришли ребенок мертвый он за эту веревочку задушился вот мать это вот такое тогда время было и мне одна написала вот горит все надоели что вы все это пишет ну рассказывайте с ютуба ну понимаете вот в то время вот во время всеобщего молчания то есть как бы это было вот я всегда вам скажу что это было всегда табу то есть детей всегда можно было всяко неблагодарными обзывать там ну всякие гадости про детей говорить об прородители почему-то ничего нельзя было сказать и как бы я могу сказать что лет наверное 30 я молчала я избегала вообще эту тему тему вот родителей а потом ну ну вот у каждого человека есть вот это вот желание поделиться понимать когда ты вот расскажешь поделишься я ничего страшного про мать не рассказывала когда просто вот говорила что она вот не проснулся у нее материнский инстинкт мы ее раздражали она все время орала что мы испортили жизнь вообще ну когда маленькая конечно этого не понимала знаете когда особо остро вот стала как бы вспоминать переживать именно когда у меня ребенок появился когда у меня появился ильяс я вот все время думаю как вот можно не любить со собственного ребенка ну то есть как бы у меня появился ребенок и и у меня все стало сконцентрировано на ребенке то есть все надо ребенку с у нас им заниматься на туда-сюда то купить то ребенка нет вот и как бы мир у меня он вот стал вообще весь мой мир крутится вообще ребенка я даже не стала себе жизнью устраивать ничего потому что как бы я подумала один придет мужик другой и что это ребенок подумал мне будут думать до вырастет потому скажет там как царе либо про свою мать кого что она там водила не переставая там каких-то мужиков разных алкашин ну и вот я тогда и решила что нет я лучше уж и буду одна растить ребенка это приехал не способ это ну какой где где хайп чего-то того что я просто мать рассказала мне какой-то хайп что случилось очень смешно ничего не хайп я просто мне нравится с вами делиться нравится вам рассказывать и вот я сто процентов уверена что сейчас внизу мне в комментариях напишут что что да вот у нас еще ужаснее были родители там еще мать ужаснее потому что и вот люди вот у кого хорошие родители вам повезло вам в общем если еще живы общайтесь приходить если нормально с вами родители со мной ведь мать даже нормально не разговаривать ведь мне в упрек стали ты могла бы с матерью поговорить того что я уже начала где-то с 25 лет с ней от 25 лет там в 30 лет пыталась не поговорить потом там в 35 сейчас я без конца все время вот как бы проглатываю обиду и все снова пытаюсь вот это как бы с ней поговорить и мне все время откатывает надежда что вот что человек должен опомниться наконец-то и сказать чтобы доченька прости что вот я вот может была неправа нет ведь она вот свою линию гнет ведь она вот это гнобит меня и гнобит и при том чем старше да чем старше тем старше не стало все последний раз приезжала просто люди это бы просто ужас это просто я я думаю что у нее деменция уже конечно началась но это это страшно это страшно никакой обиды у меня на мать нет ни обиды ни ненависти ничем не и в жалко мне все время я не просто жалко что человек не испытал что такое как бы материнская любовь она вот не поняла этого на как будет я сейчас очень расстраиваюсь что у меня сын далеко от своего сына и что он его вот не видит каждый день нет это очень сильно расстраиваться потому что майте вот как бы каждое мгновение с ребенком ценится но вот и вот ребенок растет и он меняется это надо быть каждый все время около него это видите это очень тяжело я вот лично вот тут очень сильно расстраиваюсь из-за того что туда что у нас это вот затянулась так сильно ничего не получается очень у нас чтобы это нам понимаете нам нужен контракт чтобы на трех человек он на полторы тысячи евро должен контракта мы никак такой контракт не можем найти это вообще невероятно вот в общем да мне кажется что прям у меня уже руки опустятся я вообще уже спать не могу и вот представьте я вот не понимаю не понимаю как как может родитель не любить своего ребенка это для меня ну просто какой-то нонсенс что-то вообще невероятно вот ну вот меня вот вот эти вот куколки на меня савелия ада напали вот мне тут тычут этим тысячи пожалуйста вот типа чтобы люди я зарабатываю деньги на работе что что я там с этого youtube зарабатывающие смеетесь что ли чтобы на на youtube зарабатывать это как минимум даже должно быть 100000 подписчиков и чтобы у тебя по миллиону просмотр каждый день был когда ты будешь зарабатывать а так я ничего не зарабатывать это у меня хобби это просто мне нравится вот нравится снимать показывать вам нравится что комментарии пишите какой хайп я если я все сама не ожидала я я сама был где каждый день открываю у меня у смыглоза на лоб лезут лезут при том что я раньше снимал тоже про мать сам в луну там такую реакцию почему-то не был рядом есть я тоже про маму сам в луна снимал вот там я там тоже пуколки всяко обозвали ну ладно не пуколки анти пуколки там свете куколки я не знаю зачем так вот это вы фанатеете от него для чего это никогда в жизни от нет кого так не фанатела мне вообще вот как-то по барабану я помню у нас девушки я на работе когда работал фанателе от филиппа киркорова домой филипп фу он когда еще женился на это или пугачёву так у меня все так такое так у меня сразу отношение к нему какое-то ну ладно это еще ничего он когда галкин женился на пугачёва то просто это я этого галкина вообще у фу я даже на него смотреть с ним могу и хотя конечно это их личное дело и ничего не осуждаю пусть еще хотят то и делают там детей в пробирках выращивают это но она все равно кутил такой неприятный осадок оставляет я я просто в таких случаях просто таких людей не смотрю все ну это их личное дело пусть занимаются чем хотят но вот прямо ведь это войдут и и каждый свои своим этим оставить след гадость написать вот вот такая женщина тут простая на вот вы знаете в такой ощущение что как бы у нас в россии до того дашь дошло что у нас простой рабочий человек просто считается какой-то я не знаю ну это вообще не невероятно у нас рабочий человек низкий каким-то не за низким сортом что ли вот это это живут больше всего шокирует ой вася полез меня в цветы вася вот больше всего у меня вот шокирует что люди это оценивают людей не по качествам как вот там например я выгляжу как я выгружу как человек зашел первый раз на канал у меня посмотрел я не знаю как для вас я выгляжу я не я не понимаю этого но вот столько раз знать у меня несколько раз было вот таких комментариев это правда что мне значит один человек написал мужчина он не написал я горит когда первый раз где зашел на ваш канал посмотрел видео подумал какая дура тупая вот он так мне написал а потом говорит это вышло ну сбоку еще видео я еще еще посмотрел теперь говорит я напишу вам вообще я извинюсь перед вами что он такое написал ну я же не виновата в том что у меня какой-то вот такое первое впечатление ну знаете для одних если человек у человека доброе добродушное лицо простое для одних это хороший человек для других лохушка так это же ваша проблема то не моя я что вы внешности не могу я считаю что человек надо как бы оценивать не по внешности как вы все время вот пытаетесь алёшу всяк оскорбить за внешность я я не оцениваю людей за внешность я людей за поступки не абсолютно все равно как человека выглядит самое главное чтобы он был опрятный то есть не грязный то есть это внешность человеку не выбирает он рождается с внешностью и когда вы же видите вот когда люди начинают делать пластические операции и становится еще хуже еще ужаснее вообще смотреть невозможно я понимаю что вот это мало у молодых вот такая вот это политика они все время оценивают по внешности а вот в девочки молодые знаете вот ну ну выберите вы красавца мужика и вот он будет любоваться собой в зеркале все все делать только для себя а а вас прислугу превратит не ни одну вашу просьбу не выполнила что такой муж что ли нужен мне такой муж не нужен и и для чего такой муж ходить по улице и с ними красоваться что нет мне такое не надо мне нужен муж который как со мной единомышленник который ну как бы на моей стороне везде помогает понимаете вот лишь лишь вот что мне больше всего вот первым вот в нем как бы поразило вот это и он чем понравился ему вот только скажешь он уже бежит пытается вот это помочь как-то решить проблему вот я не знаю мне лишь уж столько вообще всего сделал бы я даже и иногда и не прошу он вот старается изо всех сил а посмотрите какое отношение у него к моему сыну они вообще это друзья как они хорошо ладят с друг другом для женщин же это главное самое что это внешность не даром же есть как пословица люди не с лица воду пить не с лица воду пить девочки молоденькие не вы не надо выбирать мужчин по внешности не надо вам же жить ним а не на улице красоваться это они обычно вот такие мужчины очень красивые которые очень сильно себя нализывают они эгоистичные они только себе думают вас вас жизнь с ними в ад превратится просто в ад ну просто я это видел я это знаю еще мне тоже вот это возмущает есть ты уехал за границу значит ты не имеешь права ничего сказать для чего это еще такое я я хоть на луну еду на все равно имею прав на свое мнение ну ладно сейчас я вам просто покажу а то покажу какая у нас сегодня погода просто покажу сегодня суббота вот смотрите красоту покажу море надо мне это собраться все-таки идти на море погулять хватит уже сидеть дома что-то все домашние дела все что-то надо делать делать надо это быть так и люди заедают просто куда вася ты полез да ты полез да ты полез вася 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 ничего там там делает а это ксеринга из когда он так вот смотрите этот у него попытка раньше вот когда эти ой забыла как называются все время все зубы выпадает в общем раньше здесь у нас не было столько цветов она была низкого и он отсюда прыгал и отсюда прыгал туда и и шлялся по всем там вот так прыгал по всем балконам и очень соседи стал жаловаться и вот в общем скандали с нами ну потому что он везде роет цветы но вот он любит этим заниматься в общем там через балкон там у мужчины двадцатилетний кактус был он и в общем разрыл и он погиб я хотела я конечно спросила сколько стоит еще я заплачу вот нет нет я гандовать я вам куплю такой же кактус в общем нет и вот и теперь вот на спокойствие что он вот не может перепрыгнуть через них герань вспомнила герань и вот вы мне пишите обрежь это обрежь нет я не буду людей это обрезать потому что видите он все равно пытается он ищет способ туда залезть вот ведь он ищет способ туда залезть прыгать по балкону вася вася давай обратно 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 давай обратно давай 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 нечего там делать что это еще сиди дома вот такие вот такие вот скажи такие вот такие вот такие вот сейчас побежит вот сейчас видео с ним ласково поговоришь и он сразу это я не сразу как будет простить чтобы ему животик погладили смотрите как он будет простить чтобы он животик погладить вообще первый раз такое вижу чтобы коту нравилось что ему животик гладить обычно коты вообще не разрешают животик и гладить покажу вам раз попросите а то новые подписчики в общем и этого васеньку нашли в лесу 10 лет назад это было маленький ну почти 10 лет 9 лет в 2010 году когда мы жили в радости пошли с сыном по грибы там лес и вот он там бедный бегал у него ошейник был тут такой вот он так орал так бедный орал шуши мы не смогли его в лесу оставить домой принесли и остался только на нас так и остался ну мы ходили смотрели вдруг кто напишет объявление что кот потерялся нам соседка сказала нет так далеко так далеко домашние коты не ходят год в лес это говорит его выкинули не на сетка сказала что выкинули его потому что мы далеко очень там отъехали от бедра роста это очень было далеко код бы с чего бы код бы стоку дали бы туда ушел ну ладно еще раз вам покажу герги я посмотрела в интернете это герги смотрите как красиво какое-то чудо вообще природа как это так я цветы люблю ну ладно до свидания немножко вам сделала влог сегодня так немножко это тоже повозмущалась на душу на напрягает тоже вот эти куколки которые строчат зачем мне это строчат что это язык я вот этого смысла не понимаю ну напишите вы мне это у меня эти комментарии все кроме смеха уже вообще ничего не вызывает а весь интернет все сделали видео свое мнение высказали а и мне так почему-то нельзя его счет вы же сами пишите что youtube свободная площадка для для иначе ты сказывания там показывание высказывания все что ты думаешь почему значит счета вы решили что он что вам какой-то ним что ли у него над головой висит или что он тоже всех всяко обзывает он вас же вас же всяко обзывает вот эти когда трансляции делает он иногда все трансляцию только и обзывает подписчиков и за что надо обзывает за их личное мнение вот и все так что я я не принимаю ваши эти комментарии хочу и высказываю хочу и буду высказывать и назову опять сейчас это назову так что моё мнение освидели ад я так и напишу шутки